Чина профит приветствую тебя привет друзья дамы и господа рад вас их видеть лайки подписочки колокольчики нажимаем нажимаем прожимаем и начинаем смотреть 15 июня чё у нас с биткоином и так выкладывал я тут давеча 10 июня почти неделю назад вот такой вот фрактальчик интересный но и обсуждал его почти всю неделю в наших обзорах в принципе сегодня опять же в телеге выложил подписывайтесь как будет 2000 подписчиков сейчас осталось всего 130 подписчиков я выкладываю там по зажиму книжечку обещанную ну короче вот такая вот структура да на сегодня у нас отрабатывает то есть всю неделю мы ходили на тесте 26000 я уже блин начал разочаровываться но в последний момент эта штука отработала поэтому ожидаю дальнейшего продолжения дальнейшего развития тренда вниз то есть каждая полка будет похожа на откуп да и возможно уже кульминация не так далеко но опять же столько раз уже были вот эти вот кульминации что уже просто сейчас остается двигать стопоря каждый раз лонку от 29 200 я просто переношу каждый раз стоп сейчас можно уже стоп ставить куда 26 700 то есть это в любом случае уже over прибыль будет далее чё чё да мне больше сказать ты ничего радио снова 75 я считаю что на это полки это дефолтная радио радио суть в том что еще в начале всего этого движа когда мы торговались еще по 27000 вот в этом диапазоне сказал что такое радио это дефолт ничего хорошего нету я думаю что при спуске вниз мы еще до 80 дожмем но там 78 80 это будет опять же большой огромнейший дисклеймер не надо торговать значение радио то есть если 78 не надо заползать во все шорты то есть надо осуществлять и смотреть динамику я кстати на днях показывал на есть графика отдельные где я снова расчерчиваю динамику по радио вот чё еще добавить но были на опять шаг вниз опять отрицательные ставки в том числе и на битме вот это мне не нравится если смотреть на всю эту картину вот на местах сильных срывов вниз часто фрактала ломаются поэтому этот фрактал тоже можешь сломаться на это тоже обращать внимание пока все работает и отрабатывает опять же 26000 пришли в двадцатые плечи здесь еще на торгуем полку следующая полка 23 800 ну в общем как то так наверное добавить сейчас уже нечего давайте посмотрим чего у нас в комментариях по что то есть какие-то интересные вопросы даже при нынешнем падении на финансовый рынок я еще рад рекламировать говно скамы пишет какой-то черт желтый блок у тебя на графике короткий я считаю нужно удлинить его до 24 года хорошо спасибо кстати я подписался поставил лайк оказывается без подписки смотрю релакс спасибо тебе за подписочку а чё по а вы ждем минус шестьдесят процентов да но уже поменьше наверное вот отсюда вы я ждал минус шестьдесят процентов в принципе уже треть пути если брать логарифм и прошли тут осталось еще 40 процентов падения тут будет решаться конечно судьба вот тут вот вот на в этой зоне который отметил с 38 до 25 судьба а потому что если там будет дефолт я я не даже не берусь и смотреть где здесь мы можем сохраниться ну не знаю следующая интересная зона наверное вот где-то здесь и какие-то вот здесь вот в этом промежутке но не дай бог будем надеяться что здесь удержится но это в целом я не очень хочу чтобы рынок скаманулся туда откуда не может стать опять же сейчас много пишут изучают всякие объемы кластера crd или как это индикаторы называть которые на которых можно посмотреть убывающие ланге прибывающие дельты так далее на биржах я вот у двух интересных чуваков из крипта twitter прочитал что ну прямо там скрины были о том что бинанс борется за цену 220 то же самое как ftx боролой за цену 22 и очень интересные там конечно скрины о том как бинка продает битки сейчас бы мог быть полноценный рост биткоина но бинанс продает битки в пользу бенби удержится на неудерж в целом я считаю что ресурсов конечно больше у бинанса чем у фтт у этого кудрявого дурачка который лудил и играл с плечами на деньги клиентов бинанс конечно выглядит как гигачат на фоне на этом фоне но боюсь представить конечно что будет если все-таки это случится так привет леги скинул что схема который ты пока прежний отрабатывать себя 25000 это очень хороший уровень на данный момент набирать шорт позицию еще раз привет леги скинул что схема который ты показал прежний отрабатывать себя я не понял ты про вот этот вот новый пост два часа назад а я его выложил 6 а ну два часа назад наверно ты про нее и говорил я сказал о том что да все уровни работают шорты я просто продолжаю держать усиливать я здесь не планирую но риски понимаешь риски накапливаются когда ты выезжаешь на встречную полосу риски накапливаются понимаешь и каждый раз когда ты будешь выезжать на следующую полосу риски будут накапливаться и возможно рано или поздно ты попадешь под замес и вот чтобы такого не было риски не надо накапливать я вот так вот считаю поэтому я здесь пирамиде не стал потому что я могу быть неправ и это понимаю опять же я с учетом того что я держу шорт я не стал набирать дополнительно пирамиде но а с учетом того что ты хочешь с нуля здесь брать я точно не берусь тебе подсказать как правильно это делать я раньше мог тебе а пи-и-и-и-м 5 сейчас я вообще советую как-то тяжело давать тем более бесплатные тем более не знаю твою позицию то есть есть позиция рынка моя позиция твоя позиция это три разных позиция то есть глянь график азарс д д д д не зажим ли там случаем но вот смотри вот этот вот лой бы был поменьше был бы зажим стопроцентный то есть вот так бы было 1 2 3 до 1 2 3 4 пробой уходим куда-нибудь на 4 процента по сути это вписывается в картину то что биткойн доминация улетает на 52 азарс идет на 5 и 3 но мы не имеем права рисовать такой зажим просто потому что здесь произошел перелой опять же перелой с квизом с другой стороны тут тоже с квизом то есть не четкий уровень поэтому я здесь зажим делать не стану но очень идентичная картина есть шанс что так и будет она так раз спасибо верно смешно привет смотри пожалуйста рейкс что там происходит да ничего там не происходит ну тоже опять же тут был перелой к сожалению но как к сожалению я вообще по-моему какой-то зажим на 3x отторговал но я сейчас уже не вспомню какой может не на этом графике ну план пускай возможно каком-то графике сквизов не было например вот этого вода и тут и было ну такой вот зажим сейчас сложно сказать вот из-за этого крайнего перелая структуру зажима я здесь не строю по идее вот а вот мы возможно я вот это вот зажима торговал сейчас ну ладно аккаунт заходить где-то я давал идею возможно даже в телеге точно сейчас не вспомню вот тут четко 1 2 3 4 был пробойный опять же чё тут локально я не знаю тут уже глобальная картину не построишь локально тоже сложно сказать опять же здесь был перелой зажима я не могу здесь увидеть что-то еще ну логарифм у нас подключена нету зона разгона поэтому тут тоже не знаю чё типа трекской при это закупил акции рио ты клинспак что скажешь про не вася стенка что ли тебе посоветовал то согласен с его идея вообще и позиции то что там можно нафармить не на самом битке а через акции но опять же он сам а плиту да там больше какая плита будет при падении интересный факт опять же очень интересно выглядит coinbase да вот если будет какой-то дефолт в зону я не знаю даже тут же минус по фибе хотя бы 025 куда-нибудь на 20 до если coinbase вальц то есть будет конечная экспонента кульминация как вот на инче было во время медвежьего рынка двадцать первого года вот такой вот что-то будет я точно буду брать coinbase и вот тут я согласен с ним но он в последний момент отказался от coinbase насколько я знаю я не набираю вот эти вот у меня тут есть столбик крипто стока это микростратегия микростратегия марари вот но я ничего не набираю опять же микростратегия хотел отрисовать зажим не получилось дал перелой перевернуты точнее так логарифм еще подрублю чё тут еще интересного но это опять же протестировали так секунду протестировали зону сто тридцать шесть вот если потестируем 85 я куплю микростратегию маратон тоже вот тут уже более-менее походит на зажим 1 2 3 и по идее четвертый должен быть пробой вроде как кульминации у нас есть опять же фибу на перернутой графике пока не разработал надо что-то придумывать но будем ориентироваться на 0 25 0 25 тут не было 0 25 нас очень высоко так что здесь невалидно эта тема кульминация вот это или нет возможно до кульминация круто бы было если бы вот еще вот ну короче вот третье касание по сути здесь у нас да если брать более глобальный если брать точку точку 935 вообще похож на link вот так же link вроде как рисовал зажим на рост сейчас в итоге линк сделать что такое думаю что мара сделает возможно блин опять же не хочу тебе совета давать сейчас послушаешь меня выйдешь из акции а потом будешь локоть кусать если все пойдет и это точно не финансовый совет просто вот я так размышляю потому что я не взял мне легче размышлять ты взял тебе наверно чуть сложнее будет я думаю что если будет рисоваться перебитие правого плеча и это все будет разворотная формация вот такая вот я бы я вот тут вот бы с удовольствием по 4 затарил riot но тоже достаточно сложновато тебе тут что-то сказать конкретно конечно визуально похоже ну вот эту вот часть вот эта часть но типа вот выход 1 выход 1 выход 2 где тут выход 2 идентично да значит меня настораживает очень кстати с битком хорошая корреляция вот чисто по виду но я не взял ни одной вот из этих хотя присматриваюсь действительно опять же у меня тинькофф там очень тяжко конечно с комиссиями вот этим всем удержанием пипец ты блин заработаешь денег половина комиссия до 6 не заработаешь все равно на комиссия даже поэтому очень осторожно я захожу в какие-то активы на фонде задам раз ты обычно смотришь только большие тайфреймы или от 4 15 минут тоже 15 минутки не смотрю я бросил это дело много всяких прострелов сквизов мне не нравится я занимаюсь просто очень много у меня видов деятельности поэтому мне вы комфортнее от четырех часов торговать но час иногда на 15 минут я не спускался очень давно вот прям чтобы торговать каждый день наверное года два или три уже не торгую на 15 минутка тебя только долгосрочные сделки верно да ну как у меня иногда я беру четырехчасовую сделку она мне отрабатывать за 15 минут такое бывает ну чаще всего да мне комфортнее посидеть понятно что приятнее когда отрабатывает в моменте но вот эти вот дваминовые волны качающиеся опять же это накопление рисков я считаю торговли на 15 минутках и фьючерсовыми это достаточно сильно накопление рисками сейчас ну ладно не буду говорить потом как-нибудь расскажу про чувака при этом неделю назад ты спрашивал у тебя то есть у тебя об фантике хайд юзит и там на девки ты жмок перевернута как ты говорил зонного интересные мы пошли на это что у нас как думаешь суждать пилой на один думаю там много ликвида но по норме нужно брать ведь да слушай так-то да но опять же опять же вот есть у тебя лимитки были ну выставлены и ты взял я бы наверное держал и держал бы стоп куда не ставил на волю 086 но если у тебя сейчас лимитками не взялось я бы наверное не стал бы брать и знаешь на чем похоже это очень похоже на ситуацию с эфиром ну в не в плане формации а в плане вероятности отработки где у меня тут еще с эфирю фир вода приход на эфире ну допустим вот это вот было ноль первое касание 0 вот виш минус ушел короче он выше по идее кульминации должна была на 2000 быть мы ушли чуть выше 2 150 и можно было расшататься на этом деле продолбать депозит то есть ну вот если не боишься что вот так вот выйдет то можно попробовать но блин ты сам видишь какие у меня настроение медвежие но я бы вот как хедж но опять же вот если бы лимитки меня тут были расставлены да вот так вот если часть взялась лимиток я бы сидел сейчас но так вот чтобы прямо из текущих достаточно сколько там ну блин 25 процентов конечно хода цены если даже 5 плечо это все 0 или нет или не принцессу обучу заработку где обучая в бане так ладно лайки подписчики колокольчики до новых встреч до пребыть с вами прибыль пока пока